Исправи стопы наших делами заповедей Твоих, Бори ты им пи чистя, Своей Матери всех святых Твоих. Аминь. Радуйся невестами, невестами. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше. Слава Тебе. Слава Тебе, Сыне, Сяному Духу, имени, Бесной, Боли тебе, помоги. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог, нашим молитвами и чистой Твоей Матери всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благо, яко люби. Будем помнить о Христе во время искушений. Когда терпим что-либо от злых людей, то, взирая на начальника и совершителя веры, будем представлять себе, что терпим за добродетели и за Него. Если станем помышлять об этом, то все будет легко и сносно. В самом деле, если каждый даже хвалится тем, когда страдает за возлюбленных, то будет ли чувствовать какую-либо скорбь тот, кто претерпит что-нибудь за Бога. Если Христос ради нас назвал славой то, что всего поноснее крест, то тем более так должно думать нам. Если же мы можем столько презирать страдания, то тем более богатство и любостяжание. И так, когда нам предстоит потерпеть что-нибудь неприятное, мы должны помышлять не только о трудах, но и о венцах. Как купцы думают не только о морях, но и о прибыли, так и нам должно помышлять о небе и о дерзовении к Богу. Если приятную представляется тебе любостяжательность, подумай, что на это же не соизволяет Христос, и она тотчас же покажется тебе противной. Опять, если тебе тяжело будет подать нищему, то ты не останавливайся мыслью на издержке, а тотчас же представь себе жатву от этого сеяния. Сурова добродетель, но будем представлять ее обреченную величие будущих обетований. Люди с душою возвышенную находят ее и без того, саму по себе прекрасную, и потому стремятся к ней. Живут добродетельно не из-за наград, а для угождения Богу, и высоко ценят целомудрие не для того, чтобы избежать наказания, а потому, что так повелел Бог. Если же кто более немощен, тот пусть представляет себе и награды, так будем поступать и по отношению к милостыне, будем милосердны единомышленникам и не станем презирать гибнущих от голода. Подумай, как ты будешь умолять Бога о помощи, когда отвергаешь предшедшего к тебе нищего. Какую сказанную меру вы мерите, такую и вам будут мерить. Евангелие от Матфея, 7 глава. Храни всех Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!